Давайте мы с вами совершим маленькую такую прогулочку на велосипеде по берегу Дунаева. Покатаемся. Вот футбольное поле. Мечта любого человека, наверное. Красиво, хорошо. Погода сегодня просто обалденная. Просто располагает к тому, чтобы взять велосипед и покататься или просто выйти погулять. Потому что в такую погоду сидеть просто так вот дома и ничего не делать тоже как-то не алло. Вот так вот катаемся. Можно сказать, я в этом году сегодня только открыл свой велосипедный сезон. Жена там, она катается на велике намного чаще, чем я. Вот. Ну а я то из-за работы, то еще из-за чего-нибудь. Мне всегда удается. Не всегда есть настроение. Не всегда есть желание. Но сегодня, сегодня я все-таки открыл свой велосипедный сезон в этом году. Так что будем гонять. Будем гонять. Будем наворачивать километры по выходным. Минимальный... О! Пчелки. Домики с пчелками. Пульи. Минимальный в день у нас велопробег по выходным дням, когда наступает хорошая пробега. Минимум километров сорок. Так вот просто сели на велике, поехали. Двадцать километров в одну сторону, двадцать в другую. Иногда, может быть, дальше заезжаем. С максимум остановочка, где-то на полчасика. Передохнули, водички попили, развернулись, поехали дальше, вернее, обратно. Вот. Как-то я мотанул на велосипеде до соседнего города. До него у нас, если ехать по дороге, сколько? 40 километров, по-моему. Около сорока километров. А на велике по берегу Дуная, как оказалось, 64 километра. Ё-моё! Я ж не знал! Я выехал на велосипеде, через полчаса я попал под сильнейшую грозу. Погода резко с тридцати градусов упала на двенадцать. Но я же герой, блин. Говорю, да фигня этот дождик. В общем, я проехал в тот день туда и обратно 65 километров. Я проехал 32,5 километра и увидел указатель, что до города Штрауденга повело дорожку мне ехать еще 35 километров. Да. Я подумал, да ну его нафиг. Я развернулся и поехал промокшие до нитки обратно домой. Погода была уже настолько холодная, мерзкая. Я закоченел весь. Это было лето. Я закоченел. Остановился, чтобы передохнуть около какого-то вишневого дерева. Крючковатыми пальцами замерзшими от мороза погрыз вишни. Минут 15 там постоял, поотдыхал. Сел на велик, поехал. Но у меня действительно были мысли такие, что все, не доеду, не доеду. Надо звонить старшему, чтобы он приехал на своей машине, забрал меня, ненормального и велосипед и довез до дома. Но нет, через 15 минут после того, когда я сделал маленький перерыв, поел вот этой дикой вишни, все, я доехал до города. Представьте, я въезжаю, ну не в сам город, а километра 3-4 до города. Тучи расходятся. И вот как вот сейчас небо. Вот такое вот небо, как сейчас. Все люди ходят, веселятся, гуляют. И тут едет ненормальный велосипедист. Весь мокрый. Ноги, спина в грязи. Смотрит, оборачивается, думает, откуда взялся этот ненормальный. Ну я приехал домой. В тот день я рубанул 65 километров. Вот так вот сразу, сходу. Но не заболел. Нет, не заболел. Потому что это было лето. Но, зато теперь я знаю, что если, говорит, по прогнозу погоды обещают в течение дня грозу, то, блин, так оно и будет. Поэтому на тот день лучше ничего не планировать. Что там у нас? Пляжик. С собачками гуляют. Хорошая погода. Веселая погода. Интересная. Сейчас вот здесь будет у нас клуб вот этих байдарочников. Каноэ. По левой стороне. Не успел я как раз оснать. Вот их пирс. А вот сам клуб. Вот байдарочки стоят. И здесь даже осенью они плавают. Гоняют. На соревнованиях, между прочим, выступают на международность. Это не просто так клуб любителей. Как сам там? Клуб любителей дыхательной гимнастики. Это, можно сказать, на профессиональной основе все. Вот так вот. Ну, сейчас заедем в Гульнайский парк. В Гульнайском парке вот у нас озеро. Вон у нас озеро за деревьями. Виднеется. Частенько мы сюда выходим летом, осенью погулять, подышать воздухом. На щуку в воде посмотреть. Хорошая парковая зона. Большой чистый парк. Обалденный. Мне нравится. Нет, честно слово, мне нравится.